Трассы для опытных гонщиков. Именно так называют дороги в поселке Строитель. Приезжих здесь видно сразу. Они буквально крадутся по многочисленным ухабам, рискуя остаться без подвески. По словам местных жителей, последний раз ямочный ремонт здесь делали около 8 лет назад. Про капитальные не могут вспомнить даже старожилы. Галина Серова – инвалид третьей группы. В поселке живет более 40 лет. Я человек пожилой, инвалид. Я очень редко выхожу из дома. Потому что дойти до рынка, до магазина – это целая проблема. Без резиновых сапог не пройдешь в этих лужах. Обязательно нужно споить. В этом году мы ждали ямочный ремонт. У нас ответы даже лежат, что в поселке будет ямочный ремонт. Пока ни одну яму в поселке не отремонтируют. Дороги, как после бомбежки. Между ямами нет и полуметра живого асфальта. Подъехать к школе, больнице, дому культуры и библиотеке практически невозможно. В период избирательной кампании неоднократно вопрос о благоустройстве, о качестве дорог, отсутствии ремонта, даже ямочного ремонта дорог поднимался каждый раз. Потому что если мы с вами войдем в любой небольшой дворик, мы услышим одну и ту же тему – отсутствие дороги, отсутствие благоустройства и отсутствие детского игрового оборудования. Поселок-строитель задумывался как дом для тех, кто работает на близлежащих заводах. Компактный и уютный, он рассчитан на прогулки, а не поездки. Тротуары здесь можно пересчитать по пальцам. Пешеходы и водители вынуждены делить одну трассу, которая во время дождя превращается в болото. Нас выслушивают, берут эти подписи. А этих подписей, знаете, за 8 лет столько собралось. Если их взять в приемные, сколько мы писали, это целый уже талмуд просто. Подписи и ответов. Подписи, обращений и ответов. Нам не отказывают, но их в план не ставят. Вот в обращениях пишут, как только будут деньги, так сразу мы вашу дорогу отремонтируем. Каждые полгода жители поселка собирают подписи, обращения рассылали во все инстанции. Однако результата до сих пор нет. За 15 лет у них накопилась огромная кипа документов. На этой неделе они попали на прием к главе Рязани. Юлия Рокотянская поручила Управлению благоустройства города скорректировать дорожную карту по ямочному ремонту и добавить участки, на которые указали жители поселка-строитель. Но конкретных сроков люди вновь не услышали. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».